Новости в последнее время летят прямо вот пулеметом, я не успеваю реагировать и очень часто это новости расстраивают меня, но там санкции всякие и так далее, но одна из новостей меня немножечко удивила, озадачила и обрадовала. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. На днях наткнулся на очень такую необычную новость, какую-то странную, которая меня привела в какое-то недоумение. Меня с одной стороны обрадовало, с другой стороны я задумался, что же это такое. Что это за новость? Ну смотрите, это новость о том, что в Германии, в Германии были, ну значит, заблокирована работа сайта Гидра. Гидра – это крупнейший сайт и крупнейший ресурс по, ну в Даркнете называется, так сказать, это крупнейший ресурс по продаже, ну там, связанный с наркотиками. Вот, и крупнейший ресурс – это, так сказать, серверы там бешеные стоят и прочее, прочее, прочее. И, судя по всему, именно об этом ресурсе говорил в своем видео Юрий Дудь, когда он рассказывал там про наркотики и его за это там, даже, так сказать, там, по-моему, наказывали. Что вот и Юрий Дудь говорил, и что странно являлось, то, что Роскомнадзор блокировал вообще все, что угодно, но почему-то не этот сайт. И Германия тоже почему-то его не блокировала, я не знаю почему, вот, и, ну, Дудь сказал, что, ну, он даже не сказал, как бы, короче, смотрите, сейчас против России вводятся санкции глобальные, чтобы, значит, там, экономику закасить, одну, другую, третью, четвертую, значит, санкции. И, как бы, вот, чуть ли не в ряду с этими санкциями идет сообщение о том, что блокируется вот этот сайт. И самый большой, ну, во-первых, это самый большой в мире ресурс, интернет-ресурс, через который производится торговля соответствующими веществами, с одной стороны, а с другой стороны, он в основном работает на Россию. Вот в чем дело. И там вот, ну, Дудь рассказывал, что, я вообще сам не видел, не знаю, что это такое, вот, Дудь рассказывал, что там есть там целый сервис, там, значит, там, ну, очень разветвленный, там, и помощи, наркоманы, и прочее, прочее. Вот, ну, почему меня это радует? Потому что, ну, я вижу вот этих наркоманов регулярно достаточно у себя в лесу, и последнее время, значит, что-то года полтора, честно говоря, их стало меньше, так сказать, ну, какую-то лабораторию накрыли здесь, в нашем регионе, их стало меньше. Раньше было просто, вообще, так сказать, пруд пруди, и, в общем, сказать, ну, как бы, я к ним, ну, недружественно отношусь, скажем так, ну, и без особой агрессии. Вот, но их стало меньше. Я надеюсь, что их станет меньше еще. Почему я говорю, что меня это удивило? Потому что, смотрите, они пытаются нанести наибольший ущерб российской экономике, и, судя по всему, они наносят ущерб, и именно этой отрасли тоже. И боюсь, что, ну, как бы, есть такое подозрение, что, почему Роспотребнадзор, например, его не прикрывал, и так далее, и так далее, что, в общем-то, так сказать, там основную роль играли силовики, силовые структуры, и это удар именно по этим структурам. Ну, это чисто мое предположение, которое ни на чем не основывается, ну, или, так сказать, основывается на чем, я не буду развивать эту тему, потому что тема такая скользкая достаточно. Вот. Но, как бы, мне кажется, что здесь это как-то подозрительно совпадает по времени со всеми другими экономическими санкциями, и мне кажется, это не случайно. А как вы считаете, случайно это или нет, и правильно ли мои оправдания, ну, предположения? Мне будет интересно послушать именно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Ну, просто вот выскажите свое мнение, ну, а я, наверное, больше не могу ничего сказать, поэтому спасибо за внимание. До встречи. С вами был Демитков Юрий.